Всем привет! Сейчас я покажу одну результативную насадку, точнее видео рецепт, состоящий из четырех ингредиентов для ловли любой мирной рыбы. Ингредиент первый. Это яйцо. Понадобится нам и белок, и желток. Выливаем, разбиваем яйцо и выливаем его в тарелку. Дальше при помощи либо ножа, либо вилки, либо ложки размешиваем все это дело. В одну однородную массу. После того, когда мы все это дело перемешали, берем хлеб и убираем от него корочки. Ингредиент второй. Но, как говорится, я живу в Советском Союзе, и я знаю, что такое хлеб по талону. Поэтому корочки мы выкидывать не будем, я их отложу в сторону. Они нам еще пригодятся. В любой насадке при кормке должно быть безотходное производство. Поэтому я пока возьму только мякиш. Корочки мне понадобятся потом. Теперь мякиш я крошу в тарелку, где у меня находится яйцо. Полностью. Кстати, состав одно яйцо, один кусок хлеба. Я вижу, что яйца у меня больше, чем хлеба. Поэтому я воспользуюсь теми самыми корочками, которые отложил. Просто приправим их, перетирая пальчиками. Еще раз напомню, что насадка, любая насадка для рыбалки или прикормка, которую вы готовите, не должно никаких ингредиентов оставаться на выбросе. Желательно использовать все, то есть безотходно. Теперь мне понадобится еще один ингредиент. Третий. Это пряник. Его главное качество это сахар и глазурь. То есть любой пряник, который содержит глазурь белую и черную. А также содержит сахар. Любой пряник сладкий. Кстати, корочки я использовал не все. Я их немножечко отложил. Потому что теперь глазурь будет растворяться. И прикормка будет вязкая. Слегка вязкая. Итак, все это дело теперь перемешиваем до однородной массы. Желательно это делать, конечно, в тарелке. В глубокой тарелке, чтобы ничего не летело по сторонам. Теперь я беру еще оставшийся хлеб, который у меня остался от куска этого белого хлеба. И добавляю его уже к тому, что у меня есть в тарелке. Далее все перемешиваем до однородной массы. Тарелку лучше брать глубоко, чтобы по сторонам ничего не летело. И так, мешаем. Мы будем это смешивать для того, чтобы добавить потом четвертый связующий ингредиент. Многие из вас подумают, что это будет мука. И вы не угадаете. Это не мука. Пока у меня прикормка будет немножечко такого рода вязкая, жидковатая. И четвертый ингредиент, а именно это будет манка, она свяжется все. Это одна треть граненого стакана. Доза. Или дозировка, как хотите называть. Помните, одно яйцо, один кусок хлеба, один пряник и одна часть манки граненого стакана. Теперь просто-напросто все, что у нас есть, смешиваем воедино. Кстати, манке много валить не нужно. Добавляем манке столько, чтобы она не оставалась на дне тарелки. Ее фазом чего, выкидывать что ли? Ну вот. После этого у меня получился вот такой шарик. Теперь я вымыл тарелку, вымыл руки. Консистенция как раз самая-то. К рукам больше ничего не прилипает. Если бы вы знали, какой запах идет сейчас от этой насадки, вы бы офигели. Просто-напросто. Насадка очень вкусная. Очень вкусная и очень результативная. Кстати, советую данную насадку хранить в пакете и хранить в холодильнике. И перед рыбалкой. Чем я, конечно, и воспользуюсь. Я возьму пакет, положу туда насадку и заверну. И уберу в холодильник. Всем удачи. Всем пока. Ни хваста, ни чушу и на рыбалке.